Добрый день всем, кто с нами и кто еще не с нами. Сейчас послушайте записи. Еще раз всем добрый вечер. И мы продолжим сегодня чтение книги «Тайны еврейства» Равашкина «Зима нету». И мы в прошлый раз говорили о субботе и не закончили эту тему у него. Поэтому сейчас я вам поставлю продолжение этого отрывка, который говорит о тайне субботи именно. Этот и не то, вот этот. Ты все время, Натан, считаешь, что у меня плохой интернет. Я же не из дома сейчас, я из Иерусалима. Тут хороший интернет. Так что проблема не... Может быть, в компьютере у меня, что он тормозит. Не знаю. Итак, мы продолжаем читать. Есть что-то проблемы, не слышно, скажите. Слышно сейчас? Натан. Да, обязательно скажем, обязательно скажем. Коллективная память еврейского народа. Интересная такая вещь. Коллективная память народа. Это нечто не совсем тривиальное. То, что, в общем-то, есть у каждого народа, но они по-разному устроены, эта память народа. У одного народа она хранит что-то одно, у другого – другого. И такой коллективной памяти, как и есть у еврейского народа, в общем, не наблюдается никакого другого народа. Она содержит в себе божественное откровение. Откровение всему народу. Которое начинается с дарования Тары, превратившего всех евреев в свидетелей. И это откровение свидетельствует о существовании живого Творца. За неизменным природным миром. Мы до этого говорили, что Бог отстранился от мира, скрылся в нем, скрыл себя за миром, который как бы ведет себя всегда по каким-то определенным мировым законам. Может быть, это и не законы, может быть, это функционирование реальности. Законы, в общем-то, сочиняет человек. Эти законы помогают нам функционировать в этом мире. И знать, что если я открываю двери, как говорил, мы читали в прошлый раз, ума не то, они откроются. Если я встаю на полу, внезапно не разверзнется передо мной бездна. То есть есть какие-то общие вещи, на которые я могу положиться в мире. Что солнце всегда встает там на востоке и прочее. Так что я могу планировать свои действия как в области физического функционирования, так и в области морали. И это способ функционирования мира. Человек для того, чтобы, когда он начинает развивать науку, в какой-то момент в истории человек вдруг понял, что действительно есть что-то постоянное в этом мире, на что он может положиться. И чему он хочет найти в какое-то численное выражение, какое-то объяснение. И из этого он создает законы. Не то, что это законы имманентно существуют или где-то записаны в тарелле или на скрижалях молекул там где-нибудь. Никто еще ни в одной лаборатории не нашел ни одного закона, как говорят анекдоты. Не поймали его за хвост. Законы придумывает человек. Он придумывает их для того, чтобы объяснить реальность, которая его окружает. Но эта реальность, она постоянно. То, что Монитул Рабашкин-Ази говорит, что законы были установлены, это сделана устойчивая реальность, в которой человек может действовать, и в которой он может изменять, на которую он может положиться. За этой реальностью существует Всевышний, который не проявляет себя так открыто в этой реальности, как это было в 7 дней творения, когда постоянно что-то менялось. Создана земля, созданы моря, созданы животные. Появляются какие-то совершенно новые вещи. Как бы из ничего или... На этом этапе творения 6 дней это не из ничего. Это формирование реальности, которая была создана как того-то у бабу, как некоторый хаос изначальный. Но формирование меняет структуру этого мира существенно. И все это формирование было закончено. И заменения такого рода в нашей реальности уже не происходят. И поэтому можно подумать, что Всевышний скрыт, что его в нашем мире нет, что он как бы даже и не действует. Хотя это и неверно. Он продолжает контакт с миром, к примеру. И к примеру этого есть откровение, которое откровение открытия Всевышнему всему еврейскому народу. То есть после этого откровения, которое сохранено в нашей коллективной памяти, еврейский народ, а через него все человечество, имеет возможность понять, что за этим миром есть Творец. Чтение Шма, которое мы читаем каждый вставая и ложаясь спать утром и вечером, как раз мы сейчас начали в мировом чтении дневного листа Талмуда мы начали читать трактат Брахот, который как раз начинается с закона чтения Шма. Чтение Шма вечером и чтение Шма утром, когда его надо читать. И это, видимо, по мысли редактора Мишны, Рави Уда Анаси, одна из самых важнейших вещей, которую человек должен на себя принять. Когда он это на себя принимает, все остальное. Без этого невозможно никакие обсуждения галактические, никакие размышления над законами. Если ты не принимаешь, что все, что происходит в мире, оно происходит под божественным управлением, что вся наша жизнь – это диалог с Богом, которым я поступаю определенным образом, хочу ему что-то сказать, и когда со мной что-то происходит, это слово Бога мне, что вся моя жизнь – это диалог, вся, не только моя жизнь, а жизнь всего мира – это диалог. И эта вот декларация, как говорит, сказано в книге «Чтение Шма», которую произносят все евреи два раза в день, включает в себя декларацию «Господь Бог наш, Господь един». В этом содержится признание, память и вечное свидетельство о существовании завета между Творцом и народом Израиля. Этим самым мы подтверждаем, что мы всегда за тем миром, который кажется устойчивым, может быть, иногда детерминистским, то есть, что все в нем заранее определено. На самом деле, за ним существует Творец, и за ним существует Божественный план. И вот это откровение на Синае, оно создало этот завет между Творцом и народом Израиля. Евреи, произнося эти слова, мысленно связывают букву «Айм» в слове «шма», с буквы «далет» в слове «один», поскольку эти буквы «втори» больше по размеру, чем другие буквы. Одну секунду я сейчас хочу показать, как это выглядит. А, на секунду я его покажу, а потом вернемся к тексту. Куда-то она у меня пропала. А, вот. Видим, да? Вот так вот написано «Жма Исреэль» в «Сефер Тарах», в «Книге Тары», и так же пишут во всяких других местах. В «Мезузах» и «Чилин». Мы видим, что буква «Айм» и буква «Дайм» «Дайм» — «Увеличены». Так вот, говорит Ивейская традиция, что так надо это записывать. Что это нам намекает? Это явным образом намекает нам на слово «эд», которое означает свидетельство. То есть мы не просто это произносим, Мы каждый раз подтверждаем, что мы свидетели, свидетели откровения. Он является самым верным свидетельством существования Творца в мире. Мы, получившие откровение евреев, свидетельствуем, что в мире есть Творец, что за всем, что происходит, Он стоит. Однако на этом процессе описано второй... На этом процессе описано и второй. Кто потерял? Одну секунду, попробую его найти. Где у меня? А, вот далее. Не завершается. В первой части стиха «Бытие 2.1» написано «Работу свою». Мы сейчас увидим там, цитирую дальше. А во второй части «Все работают свои». Как сказано, он отдыхал от всей работы, которую сделал в второй части. И закончил, Бог, работу, которую сделал, а в конце сказано от всей работы, которую сделал. Это такой типичный подход толкователя. Толкователь берет стих и пытается извлечь из него дополнительные смыслы. Само по себе очень интересная вещь. Это подход к тексту. Именно такой, что текст должен нам сказать больше, чем кажется на первый взгляд. Он постепенно развивался в еврейской традиции. Но это довольно очень много в законах еврейских построено на таком бы толковании из старых вещей, которые прямо там не сказаны. Но в частности, вот здесь Раша, разбирая этот стих, он говорит. Раби Шимон, он приводит в Медраж. Человек, не знающий времен своих и мгновений, своих, обязан прибавить от буднего к святому. Мы так всегда и поступаем. То есть мы знаем, что заход происходит в 6.15, а мы зажигаем свечи почти на 20 минут раньше. Потому что мы не знаем точно, когда этот заход происходит. И есть разные мнения по поводу захода, когда его надо считать, когда Солнце только коснулось горизонта, или когда оно целиком вышло за горизонт, или когда вообще уходит свет, когда выходят звезды. Короче, некоторое пространство в нашем представлении относится к моменту захода. То есть в приходе субботы, например. А Всевышний, он, знающий времена свои и мгновения свои, вошел в него с точностью величайшей. Как сказано, Кихот и Сера, как волос. Настолько точно. И казалось, будто он завершил свой труд в этот день. То, что сказано, закончил в седьмой день работу, которую он начал. Или же он закончил в седьмой день, или же он закончил в шестой день, а в седьмой он уже отдыхал. Поэтому для того, чтобы это противоречить через жизнь, нам объясняют Раши, что в седьмой день, это первое объяснение, он, конечно, не работал. Но поскольку это настолько близко было к седьмому дню, с точностью до всяких миллисекунд, с самой-самой великой возможной точностью, поэтому Тара написала, в седьмой день закончил работу. Хотя на самом деле работа закончилась в шестой. Но для того, чтобы отметить, что у точки нет размерности, мы знаем, из математики. То есть это как будто бы в этой точке, которая разделяет шестой и седьмой день, это произошло, и это как будто произошло седьмой день. Это одно объяснение. Другое объяснение. Чего не доставало мира? Покоя. То есть есть еще некоторые работы, которые действительно, как бы Всевышний совершил седьмой день уже. То есть с приходом седьмого дня, с приходом вот этой субботы Всевышнего, в мире появилось еще некое творение, которого не было до сих пор, которое Раши называет покоем. Настал суббота, настал покой. То есть отдаление от труда, от работы, оно тоже является некоторым видом, новым состоянием, которое в мире не было до этого. Нечто такое новое привнесено в мир вместе с субботой. И что же это такое, мы увидим дальше у Рава Мониту. В мире отсутствовал компонент покоя, компонент вечности и бесконечности святости. То есть что-то такое, что еще в мир не было внесено ни в момент творения, ни в момент преобразования материи, которая происходила в шесть дней. Тут была материя, было в все время какое-то ее движение, была в все время какая-то работа, которая совершалась в формировании. Не было вот этого элемента бесконечного света инсу. То есть все, что создано в мире, оно действительно, его происхождение из мира инсов, из мира бесконечного, через некоторое преобразование миров. Но есть какой-то компонент, который еще не проявился в этом мире, компонент этого света божественного. Кое-что от этой компоненты творец добавил в миру перед тем, как прекратить всю его работу. То есть в этой божественной субботе появилось нечто новое в мире. И на это намекает «всей», слово «всей». То есть до этого он делал просто работу, а тут еще дополнительная какая-то работа, ни на что не похожая, которая не работала вовсе, а покоя от нее. Какой-то компонент бесконечности инсов, в котором есть все, и все равномерно, и все одинаково, и есть в ней покой, которого нету в нашем мире, который погружен во время. А этот свет инсов, бесконечность, она не связана со временем, она расположена во все времена. Отдых – это время души. Если для души нет покоя, говорит Рабушкин, это невозможная радость. И хотя только в конце истории настанет настоящий покой для человечества, то есть это вот эта настоящая суббота человечества, она еще не реализовалась. Потому что пока у нас как бы есть суббота Создателя, Всевышний отстранился от работы, и он находится в состоянии субботы. А человечество находится в потоке времени, в котором оно идет к некой цели, которая в конце творения должна реализоваться, в конце седьмого дня Всевышнего. Создатель же позволяет нам почувствовать вкус этого покоя в процессе истории. Тем не менее, что-то немножко в процессе истории мы должны почувствовать, чтобы осознать, услышать, увидеть. Из будущего приходит к нам этот свет, свет, который идет для будущего мира, к которому мы идем, и он немного светит в наше настоящее. Это такой парадокс, когда будущее, оказывается, влияет на на настоящее, на прошлое, но на самом деле это не парадокс, потому что то, что это приходит, приходит от того мира, который над временами. Создатель позволяет нам почувствовать вкус этого покоя в процессе истории через еврейскую субботу. Суббота в этом отношении – введение в грядущий мир. Я на этом остановлюсь, потому что это все-таки высокие вещи, и хотелось бы понять, насколько усвоилось то, что сказано. Я всегда чувствовала, что суббота – это время размышлений, время осознания и наблюдения за внешним миром, за тем, что случилось, время переваривания, скажем так. И именно поэтому не надо общаться только словесно, допустимо, чтобы ничто не засоряло эфир мыслей, так сказать. Потому что, правда, она в дискуссии рождается, поэтому общение словесное, оно является как бы хорошим. А все остальное лучше не надо. Поэтому, чтобы подумать о себе, подумать как минимум о прошедшей неделе, нужно все-таки немного отдалиться от всего, в состоянии покоя какого-то спасти. Я думаю, вот так. Все это очень органично сочетается с нашей жизнью. Все это нам помогает развиваться. Я хочу сказать, что, да, это действительно очень согласуется ощущение того, что ты в субботу отрубаешься, отключаешься, отходишь от обычной жизни, прекращаешь вот это обычное течение ее, берешь на себя вот какие-то, ну, не важно, у евреев есть какие-то особые устражения в отношении субботних заповедей. На инох они не обязательны, но вот это ощущение, оно как бы дает нам почувствовать вкус грядущего мира, вкус того места, где мы выходим за пределы вот этого сегодняшнего мира, этой цели, к которой мы стремимся. Поэтому у нас есть возможность посмотреть на мир, на все, что мы делаем, как бы со стороны, и оценить его, и обдумать его, и все вот это духовное общение, к которому мы стремимся в субботу, оно на самом деле то, что сказано, то есть как бы будущий мир, так сказано про субботу, субботний отдых. И это действительно, это некоторый отблеск вот этого грядущего мира, который в нашем мире возникает в субботу. Не то, что суббота вот прямо, уже так все в ней идеально и прекрасно, как в будущем мире, несмотря на то, что мы ее соблюдаем, мы, как сказать, еще не достигли того уровня, но какой-то вкус, какой-то свет, какой-то отблеск, оно позволяет нам переоценить действительно то, что происходит с нами в процессе обычной жизни. Да, я вот тут вот, знаете, маленькую такую, ну не маленькую, а я такую деталь хочу добавить. У нас совершенно тут случайно получилось с Андреем, мы отказались от телевидения, не то, что специально, намеренно, ну просто, ну так органично получилось, просто от телевидения, вообще в своей жизни. Вы не представляете, насколько это просветляет, насколько это, ну просветляет не то немножко слово, насколько это очищает твои мысли. Тебя ничто не программирует, тебе ничто не капает на мозг. И вот это такая легкая аллегория субботы, да, когда никакие информационные потоки, которые сформированы, ну чем-то общественным, чем-то коммерческим, политическим или еще чем-то, они не влияют на тебя. Ты обязательно должен отдыхать от этого. Это, ну даст тебе хотя бы, ну себя что ли почувствовать в конце концов, кто ты есть на самом деле, чем ты живешь, чем ты дышишь, что тебе интересно. А? Это выводит нас на следующий отрывок, просто прямо, в котором Рабушкин Ази замечает, что не следует путь поднятия субботы с тем, что обычно называют развлечением или отпуском. То есть он различает между двумя видами отдыха. Отпуск, тут называется хофиш, да, на иврите. Родственное слово поиск, хипус. То есть когда мы хупши, свободны, мы выходим в поиск, ищем, анализируем, размышляем и так далее. А развлечение, то, что на иврите называется белуй, проведение времени, собственно, оно рост на слово блея, да, то есть износ. человек выходит просто развлечься, просто как-то свое время провести, что-то такое где-то. Это тоже в каком-то смысле выход из обычной жизни, но с другой стороны, это выход без всякого поиска, без всякого стремления, без всякой цели. просто проведение времени, лежать на пляже или щелкать семечки. Ну, это я утрирую, наверное. Вот сваление телевизора, оно тоже как бы такое, ты смотришь в этот самый экран, и там нет ничего, чтобы питала твою душу почти никогда. Просто у меня так случилось, что у меня, когда мама болела, деменция у нее уже была, и нечего мне было делать, говорить с ней было очень трудно, она уже мало чего соображала, но вот телевизор по привычке, я ее включала, потому что она привыкла вот сидеть перед телевизором, и вязать перед телевизором. И мне пришлось несколько лет этот телевизор вместе с мамой мы смотрели, но это как бы было нечто, что ее вдруг задевала какая-то фраза, она спрашивала, а что это, а что то. Можно было вокруг этого о чем-то поговорить. Но это на 90% абсолютно пустое как бы заполнение пространства всякими незначащими вещами, никакого реального содержания. Все вот эти сюжеты, они настолько, которые там возникали, какие-то истории или фильмы современные, в основном, несят, что трагично, что они несут никакого смысла. Ты просто следишь за какими-то перипетиями и не понимаешь, какого это... Да, не хамо. Это, я извиняюсь, что перебью, но как бы это прям пугает, насколько оказывается, вот когда какое-то время отсутствуешь, потом включаешь там телевидение или какие-то, ну, общественные развлечения там в каких-то поучаствуешь. Это пугает своей бессмысленностью? Просто пугает. Вот именно бессмысленность, она как раз очень отдаляет нас от противоположного времяпровождения, когда это хоффишь, свобода, которая дается человеку, чтобы он что-то нашел для себя. Смысл — это не всегда вербальная вещь, это не всегда можно его изложить словами, это не всегда однозначная вещь. Не просто так, что... Есть здесь нравственный урок какой-то в книгах классических во всяких, во многих классических фильмах, например, тоже. Этот смысл, он может быть разным, ты можешь с ним не соглашаться, но он есть. Самое страшное вот в этой вот сверхподребной культуре, что смысла вообще нет. Они сидят и обсуждают какие-то абсолютно нерелевантные вещи. И непонятно, для чего это все может. Ладно. На этом критика современной культуры мы оставим, потому что в ней есть не только это, я надеюсь, а есть и более позитивные вещи. Нет, мне кажется, что что касается медиа, да, мне кажется, это сознательно отвлечение людей от глобального, от глобальной проблемы, то есть не обязательно, даже духовно. Мне кажется, это сознательно вот забивание человеческого эфира, переориентирование его на какие-то несущественные детали, чтобы было легче управлять. Возможно, это уже теория загора в каком-то смысле, но я думаю, что не только это. Есть много факторов, почему это так происходит. Потому что это легче, потому что вещи осмысленные, они человека трогают, они его задевают, они ему мешают, ему хочется чего-то простого, чтобы это его не задевало, чтобы это не дергало его, потому что когда приходит какая-то классическая тема или важный какой-то фильм, скажем, или произведение, оно требует от человека что-то. Он читает, или он видит, или он переживает, и после этого это что-то делает с ним, это должно его изменить внутренне. И это изменение не всегда дается ему легко, потому что он говорит, слушайте, а я бы все-таки, а я все-таки, да, я это пережил вместе с героем и теперь понимаю что-то, что на самом деле нельзя было вот так и так мне себя вести. Я должен что-то в себе изменить, чтобы быть более нравственным человеком. Не важно. Может быть, это не для всех одинаково действует одни и те же произведения, но реальное произведение, наделенное смыслом, даже если этот смысл я не могу словами обязательно сто процентов сказать, один будут спорить критики, смысл такой или смысл другой, но оно воздействует на человека. Это непросто очень. А многие не хотят этого ничего. Это тяжело, это напряжно. Мы хотим простого времяпривождения. У телевизора пускай, тут клоуны покувыркаются или там какие-то избитые истины люди еще раз будут обсуждать, очередное замужество какое-то, популярные певицы или там в таком духе. Это просто ты смотришь, это как бы любопытство всегда у человека есть. Мы любопытствуем, это нормальные чувства. Но когда только этим ограничатся, поглазеть на то, как там между собой обсуждают платье какой-нибудь балерины, на которой определенное количество бриллиантов нашито. Я не очень понимаю. Это просто как бы белуй, да. Это износ организма, который у нас. Ну, с другой стороны, вот Андрей меня тюкает, как раз сейчас говорит, а вот ты вот ТНТ смотришь. Вот там юмор, ТНТ смотришь. Ну, у нас там юмористические, где программы какие-то идут, да, я отдельно их там в интернете смотрю. Я ему объясняю. Просто когда я overloaded от информации, от серьезной, мне нужно что-то настолько тупое, ну, хотя бы я свешное выбрала. Смотрите, во-первых, юмор – это совсем отдельная статья. Я абсолютно уверена, если вещи по-настоящему смешные, в них есть глубокий смысл. Это отдельная рубрика, я когда-то очень воодушевилась, был такой замечательный, очень остроумный человек, Захроноли Врахам, будь его память богословенна, Ури Орбах в израильской литературе и политике в последнее время. Он очень, ну, неважно, известный человек. И он в детском когда-то журнале для детей вел рубрику «Анекдоты не объясняют». И он их объяснял, объяснял анекдоты так, что после этого мы еще раз смеялись, еще раз смеялись. И понимали, и после этого я вдруг поняла, что во всех анекдотах, во всем, над чем мы смеемся, есть дополнительные уровни какие-то, которые, может быть, не всегда доходят до нашего осознания. Но если этого нет, то тогда это не смешно. Это просто вот, есть такой банный юмор, как говорили когда-то, когда я была молодая. Ты пришел, значит, окатил из своей шайки в бане кого-то горячей водой, он его, значит, весь такой красный, он весь такой несчастный, а ты ржешь, как этот самый. От того, что кому-то просто вот ты его вот так напугал, вот так ты его унизил там или что. Вот это уровень… Для контрастности, что ли? Для контрастности какой-то, да? Для контраста для какого-то. Ну, я не знаю. Или холодной водой вдруг окатили. Банный юмор это назывался. Это не юмор, это… В нем нет ничего на самом деле. Это какая-то просто неожиданность. Ты от этого смеешься, потому что ты радуешься чуть ли не тебя, а ты его. Но есть вещи гораздо во всех смешных анекдотах. Я в другой раз, если будет интересно, возьмем какой-нибудь анекдот для примера, я покажу просто, что в каждом анекдоте есть глубокая интересная идея, непростая совершенно. И эта идея как бы может немножко быть пугающей нас. И обычно действительно в анекдотах происходит что-то неприятное как бы для некоторых действующих лиц. Но под этим скрывается некоторая большая идея, которая показывает нам гармонию мира. Нечто, что гораздо больше, чем вот это вот нам в первый момент кажется, что мир разрушается, а потом он разрушается как бы его оболочкой, и за ней мы видим божественный свет, скажем так, если очень грубо говорить. Поэтому юмор вообще ни на что не похож. Многие очень философы, они пытались разгадать его тайну. У меня есть несколько, так сказать, у меня есть урок вообще про это дело. И там разные люди, разные теории, разные философы предлагают разные теории юмора. И это занято само по себе, потому что окончательный ответ, что с нами происходит, когда нам смешно, совершенно непонятно. То есть это не просто неожиданность. Неожиданности много в жизни, не всегда они приятные, иногда приятные, иногда нет, и мы не хохочем обычно. Происходит, когда смеется Авраам, когда смеется Сара, когда происходит как бы переход на другой уровень. Вдруг неожиданно, в 90 лет тебе говорят, что у тебя будет сын. Да, 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 смешно, да, до этого уже. Я уже все, я уже как-то смирился с тем, что не будет. Мир такой тяжелый. И вдруг неожиданно, бабах, это смешно, это необычно, и при этом это очень радостно. И то же самое, Сара смеется, я уверена, что Сара смеется тоже по этой же самой причине, что для нее это совершенно поразительное откровение. Вот в каждом юморе настоящем есть элемент небольшой откровения. То есть это открывается тебе что-то, что ты вообще не видел умер с этой стороны. Но это как бы в скобках все было. Мы продолжим дальше. Ладно? Я еще одну детальку вставлю. Я в свое время лежала в больнице, у меня плохо заживало то, что, ну, меня разрезали, и у меня плохо заживало. И одна женщина сказала, а что ты плачешь? Говорит, ты смейся, и быстрее заживать будет. Это правда. И правда. И правда. На физиологическом уровне просто вот правда. Совершенно верно. Я недавно думала такую мысль, это моя мысль, я ее думала, потому что как раз наши эти первые листы, вот эти трактаты обрахуют, там очень много интересных именно философских мыслей есть. И в частности там разбирается смысл страдания, и говорится, что если приходят испытания, человеку, то он должен сначала поиться в своих делах, может быть, это его как наказание, может он сам виноват, что так на него, потом, может быть, потому что он недостаточно учил корон, он должен проверить. А если все с ним в порядке, то это называется испытание или страдание, посланное из любви. Это очень тяжелое понятие, как это из любви, и как человек может принять это. Как он может принять, что Всевышний посылает ему из любви страдания? Я думала иногда, что если ты научаешься к этим страданиям относиться с юмором, это вещь, которой невозможно научить, это к которой можно самому прийти в какой-то момент, научить себя. И это понятно, что не ко всем страданиям применимо. Но определенный вид страдания это применимо. когда он начинает над собой смеяться, видеть мир в совершенно другой перспективе, это можно все принять. Поэтому смех – это великая целительная вещь. Она соединяет нас с Богом. И Раф Шерке тоже об этом говорит во многих вещах, что… В шестой день человек появляется на подмостках мира и истории. И весь процесс подготовки мира к тому, чтобы стать местом его проживания, заканчивается. Мы уже об этом говорили, что когда мир дошел до некоторого уровня, на котором были созданы условия для проживания человека, то есть минимально возможные условия, в которых человек сможет стать партнером Бога, исправляя мир через подморальный выбор. Вот когда это случается, начинается седьмой день. Рафа подытоживает этот процесс следующим образом. И увидел Бог, что все, что он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой. Такое же окончание, как во всех предыдущих днях. При этом в описании седьмого дня отсутствуют этапы, характерные для других дней творения. Это очень важно. У нас начался седьмой день. Во-первых, там нет никакой работы. Во-вторых, естественно, поскольку работы нет, там нет ни планирования, ни реализации, ни оценки. Всего того, что было во все шесть дней творения. Как мы говорили, мне подчеркиваю, там всюду есть планирование, реализация и оценка. Тут тоже что-то реализуется. Мы же видим, закончил день седьмой, что-то внесено в седьмой день. И человек должен работать в этот седьмой день. Тут уже нет как бы свободы воли всей природы, но свобода воли дана человеку. Но пока оценки никакой нет. И как это реализуется, мы пока не знаем. И закончено было небо и земля, и все выезды твоих, и закончил Бог к седьмому дню работу свою, которую он сделал, и отдыхал в день седьмой, от всей работы своей, которую сделал, и благословил Бог день седьмой, и осветил его, и в этот день отдыхал от всей работы своей, которую сотворил Бог для дел. Я так привела. Ашер Барайлю Ким Ла Сот, некоторые переводят Сези Дая. Ла Сот, это как бы инфинитив, там в конце возникает. Совершенно непонятно, как его надо правильно переводить. И самое как бы естественное, в концепции Маниту, это встает на свое место. Ла Сот, то есть делать. Он сотворил работу, делать, чтобы мы ее делали. Понятно? В первой книге Бытия создатель подготавливает почву, придает форму всей материи, которая понадобится в процессе развития истории и организует реальность таким образом, что человек мог завершить творение самостоятельно. В конце этого процесса творец утверждает законы природы, как мы уже это видели, и вдувает человека в дыхание жизни. Человек, так, не знаю, что-то здесь ошибка. Способность различать и выбирать между добром и злом. Вот это дыхание жизни, которого не хватало и не хватает у змея, способность различать между добром и злом и делать моральный выбор, он дает человеку как последнее такое дыхание жизни и медленно скрывается за занавеси. Такая красивая картина. Вот почему суббота появляется близко к творению человека. Он сотворил человека, а потом сразу суббота. На этом этапе речь идет все еще о субботе Творца. Тоже мы обнаружим, что есть похожие понятия, относящиеся к самому человеку, так как человек обязан воспроизвести весь акт созидания в процессе развития истории всего человечества. То есть не просто так нам рассказано о том, как Бог формировал материю в течение шести дней. Это некие модели, которые даны нам для воспроизведения. В том числе и суббота. В субботу Творца, в котором мы находимся, тем не менее, есть модель. Она тоже модель, которую человек должен воспроизвести в своей жизни. В момент творения появляется сущность, которому можно придать форму. Вначале это хаос. Земля уже была пустынной и хаотичной. В процессе создания эта сущность имеет свободу выбора, как мы видели. Можно сказать, что на этом этапе утворения, и особенно у земной его части, у той части, которая порождает жизнь, есть возможность роста и выбора. Мы это все видели. Она подобна живому организму, который развивается, реагирует на божественное слово. Все это происходит в мире создания, в мире и цера. Есть как бы у нас поболее отмечают развитие, раскрутку, расхождение, не знаю, миров, от этого бесконечного света, от света инцов, через разные миры к тому миру, в котором мы живем. Мир называется осея, мир действия. Но есть промежуточные миры, и вот все эти промежуточные миры, в них не существует времени, они вне времены, они все время существуют. Так же, как, например, в работающем моторе существует как-то в той или иной форме задумка инженера, который задумал сделать этот мороз, чертежи, которые он начертил для того, чтобы сделать мотор, детали, которые его составляют, а потом все это реализовалось в моторе, мотор работает и крутится, но чертежи где-то лежат, они, не зависят от времени, они созданы. Это такой грубый пример, потому что есть миры, в которых есть идеалы, есть конструкции, есть планы, есть формирование, и конечным итогом является наш мир, мир действия. Тем не менее, вот этот вот сам процесс формирования, он тоже отражен на временной оси. То есть сначала, как бы у нас есть Брия, то есть мир сотворен из ничего, и это как-то соотносится с миром идеи, с миром творения Брия. Дальше, в шесть дней развивается, формируется мир созидания, и это соотносится с миром Яцера, миром, в котором создаются модели, которые потом дальше используются в мире действия, в мире оси. Поэтому вот вот эти развернутые в шесть дней во времени уже процессы созидания, они являются моделями для человека дальше. Поэтому так важно нам было понять, что было недоделано в эти самые шесть дней, в чем провинила Земля. Это некая модель, которая демонстрирует нам, что не в порядке в нашем мире, и что мы должны в нем исправить. конец этого процесса это знакомая нам реальность, то есть начиная с седьмого дня начинается знакомая нам реальность, готовый продукт, окончательный дизайн, представляющий собой сущность в мире действия, Россия, как мы говорили сказано. То есть природа, с которой мы знакомы. Мы вот видим вот эту реальность, мы видим этот мир, мы видим мир природы постоянной, который уже не меняется, но в котором, тем не менее, отражены те модели, которые были в процессе созидания. Основной момент шестого дня сотворения человека несет с собой закрепление природы в определенном состоянии, и конец свободы выбора творения. Это возвращается на вещи, которые мы уже видели раньше. Однако внимательное прочтение стихов первой главы выявляет существенную разницу между рассказом о шести днях творения и рассказом о седьмом дне. В шести днях рассказ включает в себе все четыре этапа решения, планирования, реализации, оценки. В описании седьмого дня отсутствует этап какой? И был вечер, и было утро, день седьмой. Все, что есть в каждой из шести дней творения, последняя черта, которая подводится в конце дня, в которой сказано «и был вечер, был утро, день седьмой, кончился день, день шестой, кончился день, а вот день седьмой не сказано». Откройте, пожалуйста, если не помните книгу «Бытие» и увидите, что такого такого стиха нет. Он есть про первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой день, а про седьмой такого стиха нет. И также отсутствует этап оценки, и увидел Бог, что это хорошо. Но хорошо, он отстранился от мира. Он передал эстафетную палочку человечеству, но пока он еще ничего не сказал. Он не сказал и увидел Бог, это хорошо. Таким образом, описание состояния мира в седьмой день совершенно иное. В нем отсутствует описание окончательного итога дня, так как это было в другие дни. Тарак как бы хочет сказать нам, что мы все еще находимся там, в процессе седьмого дня. И только, когда он закончится, будет сказано «и был вечер, и было утро, день седьмой». И тогда творец рассудит и стало так. Или он скажет «и увидел Бог, что это хорошо». То есть, все зависит от того, насколько мы полно выполним программу седьмого дня. в течение шести дней созидания была представлена свобода выбора творения. И в результате этого оно достигло того уровня, который смогло достичь шестому дню. И было закреплено в таком положении. Подобным образом свобода выбора была предоставлена человеку. То есть, как бы вся свобода выбора сосредоточена сейчас на нем, на седьмой день, чтобы он смог своими силами достичь того, что он в состоянии достичь. Прочего природа не достигла. Пока не будет история, и тогда человек вместе с ним и все остальные миры переместятся в восьмой день. На этом эта глава у нас заканчивается, и послушаем, что вы скажете. Одну секунду я только включу, так я буду выключить. Нехама, а следующая глава будет как называться? Следующая глава называется «Богословение», насколько я правильно, если я правильно помню. А про восьмой день будет глава? Нет, пока нет. Восьмой день мы еще не дошли до него. Есть у нас восьмой день в царе, да? Вас плохо слышно. здесь не говорим о том, о будущем мире. Это не задача равного нету, его задача сориентировать человека в этом мире. Мы идем к некому идеалу, который заявлен в идеале, который пересказан в первой главе. Там есть какие-то намеки на будущий мир. Есть намеки на том, что два светила будут равновесны. То есть будет некоторое глобальное равенство в мире, не равнозначность, а равенство. То есть гармония между разными идеями, противоречащими иногда друг другу. Что не будет приоритета. Мы говорили, я не помню, я здесь этот урок давала. Нет, это я где-то в другом месте просветила. Смыслы, которые вкладывают в этот медраж, их очень много, они интересны. И можно их трактовать в отношении различных совершенно аспектов, например, соотношение гуманитарных и технических наук, как Ливенас это делает, или как Рав Кук в одном месте это делает, соотношение между разумом и чувств и так далее, и так далее. То есть разные ценности, разные области, некоторые из которых пренебрежимы в этом мире, там значимы в будущем. В частности, для мудрецов, для наших этот медраж, он очень значим, я думаю, был в смысле, что Израиль всегда ассоциируется с Луной и Луна кажется ущемленной в этом мире, Израиль как бы ущемлен в этом мире, но в будущем мире Израиль займет равновесное место и будет исполнять реальность свою функцию, которая на него возложена, она окажется не менее важной, чем всякие другие вещи, которые нам сегодня, кажется, стоят на самом высоком уровне. Это что касается восьмого дня, один из примеров. Есть еще и другие примеры тем, что мы пренебрегаем сегодня бренным путем, которым достигаются какие-то цели. Кажется, в нашей жизни очень часто путь, который мы прошли, он не имеет значения, имеет значение только, что мы достигли. Но в будущем мере мы сможем оценить значение времени, значение процессов, которые происходили и приводили к определенным результатам. Не сами результаты, а именно вот эта самая часть, как она называется, забыла слово. Вы имеете в виду процесс созидания? Нарратива, а? Вот этот сам процесс? Сам нарратив, есть нарратив. На самом деле мы это все ощущаем, читаем какую-нибудь книгу. Есть люди, которые не любят читать книги, нарратив их не волнует. У меня был один такой знакомый, с которым мне прошло прожить много лет. Он смотрел начало, по диагонали смотрел, что там немножко происходит, и конец. Его не интересовал процесс сам по себе. Нужны были какие-то цели. Это откуда мы начали, чем мы закончили, что получили, до свидания, вперед. человек, кто больше, кто меньше. Мы все интересуемся, что происходило, как он сказал, что она сказала, как дул ветер. Человек в литературе, которую он создал, он осознает значимость нарратива, значимость происходящего. как в нашей обычной жизни, мы не всегда понимаем это, не всегда достаточно внимательны к этому. Мы хотим чего-то достичь, мы хотим написать диссертацию, нам нужно вкалывать, вкалывать, вкалывать. То, что во время написания я не получала от этого удовольствия, может быть, или вообще был загнан и замучен. это все неважно. Я хочу достичь этого результата, зачитать диссертацию, получить большую зарплату. А что было все эти годы, что ты этим занимался? Был в этом смысл? Не был в этом смысла? Я лично про себя могу рассказать, что как-то раз у моего старшего сына, когда была бармитцем, всегда так получилось, потому что все организовывал всегда я. Есть миллион вещей, ты организовываешь бармитцем, ты организовываешь субботу, приезд гостей, ребенок должен сказать дрошу, надо написать им дрошу, надо организовать, чтобы все это было сделано. Миллион, миллион, миллион подробностей. Страх, что он не встанет, что он не придет, что он не прочтет, что это все не будет хорошо. Будет ли правильно приготовлен, вовремя подано. Миллион, миллион подробностей, миллион логистики, и ты всем этим занимаешься. Ты приходишь в синагогу, наконец, когда ребенок читает Тару, и все тебя поздравляют, все это прекрасно, надо бежать домой, потому что там у нас есть еще прием такой, мы организуем, и так далее, и так далее. Прошел этот день, и вдруг я подняла, я не получила это переживание как-то зафиксировать, что мне надо, что оно само по себе, каждый этот этап, он был важен, не важно, достаточно ли будет еды, там, хватит ли стульев, миллионы всяких вещей, это тоже важно, но само занятие этим, я как бы не ценила его, и в следующий раз я сказала, я больше так не поступаю, я должна оценить каждый миг того, что происходит. У меня сын сегодня бармит, он первый раз поднимается, повторяем, мы празднуем его совершеннолетие, мы будем праздновать, конечно, я занимаюсь всем опять и тем, другим, пятым и десятым, но это все часть нарратива, часть жизни, это все надо переварить, это все входит в смысл моей жизни, я не знаю, понятно, то, что я говорю, но осознание вот этого осмысленности происходящего каждый миг, оно не всегда так очевидно для людей, я думаю, для всех, наш мир просто так устроен, что мы гонимся за какими-то целями, мы хотим достичь этого, хотим достичь этого, хотим каждый на своем месте, а сам процесс иногда для нас утомительный, он для нас тяжел, не несет большого смысла, научиться видеть в каждом мгновении времени смысл, это очень большой вызов, как бы, Эдгар, я не знаю, как-то на английском, забыла, Челленд. Никама, мне кажется, что процесс, сознание процесса, и внимательность Одну секунду, Виктория, Виктория, я только путаю. Да, слушайте, осознание самого процесса, полноценное участие в нем дает нам вкус, дает нам вкус к жизни. Я вот прям вот буквально вот только что вот Андрея этим тыкнула, говорю, вот вы мужчина, вам от начала до конца вот не важно, как на работе находишься, ничего личного, важный результат, а сам процесс, а вкус, это же жизнь, процесс это жизнь, ну и что же, как загнанный бежать по этой жизни к какой-то цели, надо же как-то удовольствие получать от всего, ну вот честное слово, вот вкус к жизни, он в процессе рождается. В смысле, некоторая разница между мужчинами и женщинами, просто воля судьбы, как бы, мужчины больше настроены на то, чтобы там, они должны кормить семью, изначально, как бы, так сказать, в патриархальном обществе, от них требуют результатов постоянно, если нет денег, то ничего не получится, ты должен, как бы, сдать на рыбану, ты должен сдать экзамен, без этого ничего не годится, а ты, все время, женщина, все время, она с пеленками, она с готовкой, она все время находится в процессе какого-то, близкого контакта с материальным, и поэтому для нее это естественное, более естественное состояние, как бы, осознавать смысл всего, что происходит, когда, там, ты готовишь, ты не просто готовишь, ты готовишь что-то вкусное, и это, когда процесс становится, вот то, что вы говорите про вкус, процесс приготовления приобретает гораздо больший смысл, не просто ты брякнул макароны там и сожрал, и как мы видели, Маниту, кстати, он говорил про вкус, я не помню, это было, по-моему, раньше, а может быть, это будет дальше, что это добавление богословения Бога, что Он не просто дал нам еду, еду, в которой есть много раздобразия вкусов различных, и это одно из богословений, которые Всевышний дал нам в этом мире человеку, в частности, например, в Гемаре там есть такое богословение в Галахе, в законе, который мы говорим на еще одну бутылку вина, если мы ее принесли на стол, откуда-то, из другой комнаты, из шкафа, неважно, выпили одно, или там попробовали одно, приносим другое, и есть богословение Всевышнему, который хорош и улучшает, и дает больше лучшего, так написано в Талмуде, и спрашивает комментарий тот, что он говорит, откуда мы знаем, что это вино лучше, вообще говоря, может оно стоит там двое больше, а на вкус хуже, и у них тут есть такая находка, у ТОС, вот они говорят, мы на него говорим, все равно богословение, даже если оно не лучше, мы говорим на разнообразие вкуса в богословении, и это очень интересная такая вот муха, это я немножко отвлеклась, действительно, может быть, есть небольшое различие здесь между женщиной и мужчиной, но я не думаю, что потому, что природа наша разная, потому что мы привыкли к различным функциям в этой мире, у мужчины была функция содержания семьи, ответственность за это, и поэтому он с этим озабочен, тем, чтобы быть, добиться каких-то результатов, ощутимых, и он не так важный ему, как он этого добил, цель, эти средства, а женщина же именно находится внутри, внутри вот этой деятельности материальной. Вот она ближе к Богу и находится. Нет, это я не думаю, это как раз я бы не сказала. Бог находится всюду, в любой деятельности, поэтому один находится к Богу ближе в чем-то одном у человека, а другой ближе в чем-то другом. И мы только дополняем друг друга, при этом не обязательно мужчину и женщину. Мы как раз сегодня говорили о том, где находится Всевышний в сегодняшнем дневном листе того года. Поскольку у нас много там огады, так вот там есть об этом тоже. Где находится Всевышний, он находится даже с одним человеком, который учит Тору, и с двумя, и с тремя, и с детью. А с детью, десять – это миньян, у евреев. И я там объясняла, потому что я слышала от своего права, почему именно десять человек, ну, это называется, да, почему нужно большое количество людей, чтобы молитва, чтобы Всевышний, щена, его присутствие было там. потому что каждый человек видит Всевышнего по-своему, его близость для каждого выражается по-разному. Его представление о Боге, его представление о мире, если они начнут каждый, с каждым дискутировать, они не сойдутся почти ни в чем, потому что каждый человек другой, он видит мир по-своему, у него свои приоритеты, для него приоритеты ценностей другие, и представления о Боге совершенно разные у всех. На самом деле все эти различные взгляды, они отражают разные стороны Всевышнего, разные стороны мира, и все они легитимны. Когда я с ним спорю на философские темы, я не готова признать его точку зрения совершенно, очень часто, но когда мы встаем перед Богом, начинаем ему молиться, мы все признаем, что каждый из нас это какая-то часть, он может приблизиться к Богу в каком-то своем аспекте, в своем понимании, но он не может охватить всего, и другой человек дополняет его, третий, четвертый, пятый, десятый, вот десять человек, они создают такую атмосферу, в которой это поразительно, что мы такие все разные, у каждого свой Бог, и мы признаем, что он один. И это очень важно для молитвы еврейской, я думаю, что в общем-то это хорошая мысль для того, чтобы ее переменять, потому что идея очень важная, и такая же идея, я думаю, во всей множественности, которая присутствует в мире, что каждый народ несет некоторую часть божественности, свое понимание Всевышнего, свое восприятие мира, и все они вместе, они должны создать некоторую вот такую множественность, которая все вместе может служить Всевышнему, и только из множественности вот такой, они, то есть народ Исраиля, он только может продвинуть или помочь вот этой идее проявить. не хам, вы сейчас прям, спасибо вам огромное, вы меня прям избавили от налета феминизма, я вам так скажу, от зазнайства, от налета, ну я это зазнайство женское, я называю феминизм, я не думаю, что феминизм, он настоящий, правильный феминизм, он хочет сказать, что женщина лучше, выше, или достойнее, я думала так, он не возражает, что женщина другая, всем понятно, что она рожает и кормит детей, и у них немного разное восприятие мира, и немного разная физиология, есть вещи, в которых мы различны, и вообще все люди между собой различны, и женщины отличаются от мужчины, не всегда настолько сильно, насколько мужчина от мужчины, или женщина от женщины отличаются, я думаю, поэтому, я не думаю, что кто-то, у него есть монополия на то, чтобы быть ближе к Всевышнему, ни у мужчины, ни у мужчины, каждый постигает его на том месте, где он находится сегодня, и я думаю, что это феминизм, я вообще за то, что вы феминизм, я вообще феминист, но я никогда не думала, что женщина лучше, или мужчина лучше, любое из этих высказаний, оно уже, в нем есть какое-то отклонение от истины, мы хотим действительно приблизиться к ситуации, когда будет равенство, то есть равенство не, не обязательно даже в правах, хотя это тоже очень важно, равенство не приравнивание, а что у каждого человека, у каждого пола будет свое видение мира, равное по важности и признанное другими людьми и другими полами и другими народами. Беседер, хорошо. Нехама, вы говорили про процесс и результат. Одну секунду, Танечка, одну секунду я сейчас это включу, потому что я плохо слышу без наушников. Вы говорили про процесс и результат, и мне вспомнилось про то, что земля не дала дерево плод, а приносящее только, и мы должны средства и цель объединить, чтобы сам процесс был плодотворным и приносил нам наслаждение, не только результаты, поэтому... А, да-да, я именно про это и говорила, да, это вот модель, которую мы увидели из первой главы, что она не была реализована, да, и поэтому я, может быть, я не уточнила, да, что именно отсюда я беру эту идею, поскольку там она не была реализована, но в идеале была сформулирована, мы должны к этому прийти в конце концов. А вот эта идея очень помогает, когда ты, ну, например, видишь цель, но иногда сам процесс идёт, ну, не совсем гладко, а ты возвращаешься к этой мысли, что сам процесс должен приносить наслаждение, и это, ну, как-то мотивирует в правильном русле двигаться. Например, если строишь дом, то не сам дом должен тебе в результате принести наслаждение, а сам процесс строительства уже должен быть тебе в радость. Да-да-да, нет, но я думаю, что и сам дом тоже, конечно, и одно и другое. Это, конечно, но это более естественно для всех людей. А сам процесс строительства очень тяжёлый, и иногда узнаёшь много о себе, того, что, казалось бы, и не знал, что так поступишь. А когда вот обращаешься к этой мысли, что сам процесс должен быть плодотворным и приносить такие осмысленным радость, наслаждение. Ну, обязательно радость, иногда бывает не в радости, иногда бывает расстройство, но извлекать из этого смысл, извлекать из этого какой-то урок. хорошо. Вы нам сейчас дали ключ, ключ к гармоничному существованию, существованию мужчины и женщины, ключ к взаимоуважению, чтобы никто себя не считал, хоть и в глубине души, лучше там или ещё что-то. Это вот очень важно. Спасибо вам большое. Конечно, неодичь не может постичь всех аспектов божественности, поэтому каждому дан какой-то кусочек. И чем больше людей, чем больше народов увлечены в этот процесс постижения Бога, и чем больше мы уважаем тех, кто видит все или многое по-другому, тем лучше мы можем отразить божественное в нашем мире. Это вот как бы базовый такой подход. Ну ладно. Нехама, а я хотела узнать технические вещи. Одну секунду, одну секунду. Вот эти тексты, которые мы изучаем, иногда не получается онлайн быть, то где можно их увидеть? Я вот смотрела, что-то я не нашла на сайте. Так что я не на сайте, нет. На сайте нет, есть в этом самом, в группе Телеграма, которая пришла отсутствовать. Но сегодняшнего нету и как? Нет, нет, у вас мы даже два раза его опубликовали. Понятно. То есть мы продолжаем над тем же самым работой? Самый, который был в прошлый раз, это продолжение. Сейчас мы его кончили, а в следующий раз будет. По-моему, следующая часть называется «Негласовение». Это, по-моему, интересно. А, понятно. Ладно. Секундочку, в следующий раз съемка мечты. Я еще буду, а потом будет небольшой перерыв. То есть на одну неделю я поеду, как астер на улице. Яхама, возвращаясь к тексту, то осмелюсь предположить, что как раз, когда Бог оставил создание посмотреть на этот мир, обосноваться в нем, это как раз время выбора. Вот тут как раз и наступает время выбора, каким ты увидишь этот мир, таким и будет твоя работа. Совершенно верно. Совершенно верно. Правильно. Ладно. Большое вам всем спасибо. И до свидания всем, кто есть и всем, кто нет. Спасибо большое. Есть люди, которые слушают наши записи. Я еще раз скажу, что я всегда... Можно мне писать на мейл, можно мне писать на телеграм. Любые вопросы я с радостью отвечу. Иногда это очень стимулирует, что раздает вопросы какие-то, мысли, продвигает нас в понимании всех вместе. Всего вам хорошего. Спасибо. Спасибо.